Дорогие друзья, сегодня в северном городе гость, которого, честно, очень ждали, Екатерина Шульман, политолог, кандидат политических наук, я сейчас так сухо буду регалий, преподаватель, колумнист газеты «Ведомости», ведущая программы статусной радиостанции «Эхо Москвы». Здравствуйте. Добрый день. Очень рада вас здесь приветствовать. Очень рада здесь быть, ужасно интересно. Это были «Сухие вещи», а мне вот из эмоционального, по опросу Левада-центра. В 2020 году, да, вы названы одним из самых вдохновляющих россиян людей. Так вот, раз вы такой вдохновляющий человек, сразу спрашиваю, а на что вообще в это очень у нас сейчас интересное время вообще можно людей вдохновлять? Если вы посмотрите этот опрос Левада, то, во-первых, вы увидите там разделение на возрастные категории, и я, по-моему, только в одной из них, кажется, 35-45, я вдохновляю, а остальных не до такой степени. А кроме того, вы увидите список остальных вдохновляющих людей, и, может быть, не так будете рады. И так были бы вы рады себя там вдруг обнаружить. Я подозреваю, что люди просто называют тех, кого не могут вспомнить. Но, тем не менее, все равно интересно вдруг там оказаться. По-моему, когда Рамир делал опрос вот 100 тоже каких-то там публичных фигур, которым вы доверяете, я, кажется, там в июне оказалась на 99-м месте, но уже в следующем месяце публика своенравная уже как-то забыл про меня, и там уже были какие-то другие 100 человек. Ну вот так что это все такие вещи несколько мимолетные. Я бы на них всерьез не ориентировалась. Да. Так вот, на что, что называется, хочется вдохновлять? Зачем вообще работают наши братья-просветители и преподаватели, и все те, кто выступают публично? Я надеюсь, что они хотят распространять знания, внушать уважение к науке, вообще к рациональному познанию реальности, как-то отвлекать людей от всяких тревожащих их душу, безосновательных фантазий, каких-то мрачных видений, которые в их умах, подобно клубам дыма, возникают, а все-таки ориентировать их на то, что познаваемо, рационально анализируемо. И из-за этого, как я понимаю, уже как-то даже и не так страшно, потому что мне случалось удивляться, и до сих пор я удивляюсь своей репутацией выдающегося оптимиста, при том, что я не то чтобы обещаю кому-нибудь какие-то особенно оптимистические развития событий. Но я поняла уже позже, что сам анализ как-то снижает тревожность. На самом деле, я думаю, что многие люди отличаются таким свойством, когда ты что-то боишься, ты начинаешь это изучать, гуглить об этом информацию, дальше люди делятся на две категории. Либо они от нагугленной информации пугаются еще сильнее. Это описано хорошо до всякого гугла, еще у Джером Джерома, в самом начале его книги «Трое в лодке», когда герой идет в британскую библиотеку посмотреть в медицинской энциклопедии какой-то синдром, дальше начинает ее читать, обнаруживает у себя все болезни сразу, за исключением housemate змеи, за исключением колено-горничной воды в колене. Кто из нас не был в такой ситуации? Это первый тип реакции на знание. Второй тип реакции на знание, когда ты узнаешь о чем-то, что тебя тревожит, беспокоит и пугает, и начинаешь пугаться и тревожиться, беспокоиться меньше по этому поводу, потому что ты видишь, а ты не один такой уникальный, б были такие случаи с другими людьми, они как-то это пережили, с есть лекарства, есть рецепты, есть способы, как вообще с этим быть, и можно ими воспользоваться. И тогда ты уже перестаешь быть настолько беспомощным, так сказать, песчинкой в этом океане бурной судьбы, а вроде как ты уже тоже актор в некоторой степени, ты уже обладаешь информацией, ты уже принимаешь решения, ты уже сам себе, значит, внутри себя приосанился и занял какую-то позицию, так сказать, власти и авторитета. Это тоже, наверное, скажем так, полезный психологический эффект, не то чтобы я специально на него работала, но я понимаю, что именно из-за этого возникает вот это впечатление выдающегося оптимизма, иногда довольно ложное. Ну и вторая причина, конечно, когда говоришь о чем-то быстро и заинтересованно, то публика думает, что ты лично ей сообщаешь, что ты чрезвычайно хорошая. На самом деле это не так, это просто не, так сказать, бесчеловечная радость исследователя, которого интересует его предмет исследования, а не то, что вот он сам по себе хороший. Вот смотрите, какая у нас тут гангрена интересная, уникальный случай, давно не было видно. Подача доктора Ливсии. Такой гангрены, да, да, вот какая красота. Да, именно так. Поэтому вот оптимистичный, это врач какой оптимистичный попался, он не то чтобы оптимистичный, он просто заинтересован. Можно заинтересованно про вот наше сейчас интересное время и про то, как его общество воспринимает и как его можно воспринимать, что сейчас происходит вот и на первой волне, и на второй волне, все равно и психологическое восприятие, и восприятие людей, и восприятие какие-то реакции властей. Уже что-то случилось, что-то поменялось от первой волны к второй. Вот сейчас что происходит? Общество мобилизуется, может быть, подбирается, начинает что-то делать. Или наоборот, начинается где-то вот я такая тряпка, все пропало, я не могу, спасите меня. На этот счет есть довольно обширный социологический материал, как вы понимаете. Такой уникальный случай для всех представителей социальных наук, это, конечно, подарок. Опять же, кому война, кому мать родна. Вот для social sciences это мать родна. Это в таких лабораторных условиях эксперимент над миллиардами людей, изменение паттернов поведения, чрезвычайная ситуация. Поэтому, пожалуй, мы имеем много данных, мы еще не так много имеем выводов. И я, когда сейчас буду говорить о наблюдаемых тенденциях, я сразу должна сказать, что это все очень-очень предварительно. У нас есть такие массивы, массивы, массивы большого количества разных опросов от социологов, от маркетологов, как люди потребляют, как люди себя чувствуют, чего боятся, от месяца к месяцу, кому доверяют. И все это пока такое немножко не структурированное. Но что вот можно сейчас сказать, опять же, сужая до России? Отношение ко второй волне отличается от отношения к первой. В первую было больше страхов и, ненаучно выражаясь, непоняток. Во вторую больше осознанности, но при этом, конечно, более депрессивное настроение. Это правда. Ощущение, что это надолго, вот оно опять, неизвестно, сколько продлится. Весной было больше ожиданий еще две недели, еще три недели. Пережить. Пережить. Сейчас уже понятно, что непонятно, понятно, что непонятно, когда это будет пережито, поэтому более какие-то такие настроения уныния, пожалуй, фиксируются. Но зато меньше панического, меньше страхов. Опять же, вы что предпочитаете, панику или депрессию? И то, и другое такое вкусное. Что лучше? Оба хуже. Это понятно. Значит, с точки зрения политических настроений, Россия единственная крупная страна, затронутая пандемией, не испытавшая эффекта единения вокруг флага, который краткосрочный или долгосрочный был во всех странах, в которых, а, был вирус, и, б, правительство хоть что-то делало для этого. Иногда он был достаточно краткий, как, например, в случае с Соединенными Штатами. Иногда он был подольше. Значит, бенефициары роста доверия, так сказать, пандемического роста доверия, это крупные европейские страны, Франция, Германия, Италия, как ни странно. То есть, смотрите, есть враг, есть вот власть, которая что-то делает, борется с этим врагом. А у меня сразу вопрос. А это не случилось, потому что власть не предприняла необходимых шагов, не разыграла эту карту, или потому что попытки были, но народ уже так... Вы знаете, я вам много тут могу предложить версии, и ни одна из них не будет финальной. Я думаю, что никакая не может быть единственной. Честный ответ будет, мы не знаем, мы это фиксируем. У нас было снижение уровней одобрения всех органов власти с 2018 года, оно продолжилось, пандемия тут ничего нам не поменяла. Как был этот тренд на снижение, так он и оставался. Значит, если сужать эту широкую проблематику до рейтинга одобрения президента, было очень серьезное снижение весной. И некоторое восстановление в межкарантинный период. Август, сентябрь. Октябрь, ноябрь опять пошел тихонечко вниз, но тихонечко. Ну, ноябрь чуть пониже, чем октябрь, но, опять же, на уровне статистической погрешности, как говорят социологи, то есть будем смотреть дальше. Но что произошло в 2020 году по сравнению с 2019? Если мы посмотрим уровень доверия институтам под таким большим социальным установлением, то 2019 год был годом тотального снижения доверия. Политизированная публика радовалась тому, что там типа президенту стали меньше доверять. На самом деле мало радости от этого всего, потому что меньше стали доверять всем, включая общественные организации. И межличностное доверие, выражаясь социологическим темой... То есть вообще эта валюта как доверие в обществе стала уходить, да? Нет, ну слушайте, она не может совсем уйти, иначе мы просто съедим друг друга, но она не растет, она снижается, и это очень плохо. Вот это один из таких параметров достаточно однозначных, которые... Рост доверия хорошо, снижение доверия плохо, потому что общество с низким уровнем доверия содержит бесконечные армии юристов, нотариусов, охранников, полицейских, потому что они друг другу не доверяют. Понимаете, любой там акт купли-продажи основан на доверии, на том, что я понимаю, что продавец не убежит с моими деньгами, а продавец понимает, что я не дам ему по голове, не отберу у него его помидор, а все-таки деньги заплачу. Если нету доверия, то мы будем окружены... Я приведу с собой юриста и бухгалтер, он приведет с собой охранника, а еще мы оба вызовем полицию для надежности. Это дорого, понимаете? Это не дает экономике расти, потому что сожрет ресурсы. Это был у нас 19-й год. Мы тогда говорили, что есть какая-то огромная сумма пропавшего доверия, который где-то бродит, вот этот колобок, пресловутый колобок народной любви, который катается-катается, и кому-то он от дедушки ушел, от бабушки ушел, не пришел никому. Что мы видим в 20-м? Сейчас у нас есть более-менее агрегированные данные уже за 20-й год. В сравнении с 19-м у президента роста нет, но есть рост у почти всех остальных политических институтов, как тех, которые занимали у нас первые места, там армия, ФСБ, церковь, правительство улучшило довольно симпатично, улучшило свои показатели доверия. Правительство как коллективное тело, так сказать, правительство в целом, не премьер. Даже там полиция, даже суды, местные власти и региональные власти, но с точки зрения процентных пунктов самый большой рост в 20-м по сравнению с 19-м это доверие российским благотворительным организациям. Это для меня вообще новость 2020, для кого какая новость, для меня вот эта. То есть по-прежнему мы не знаем, кому прикатился колобок политически, пока все теряют, никто не приобретает. То есть публичные политические фигуры теряют доверие. Это значит, что оно где-то бродит. Есть эта неинвестированная сумма, которая ждет, куда себя инвестировать. Но с точки зрения институционального доверия мы видим, что все немножко подросли, видимо, это все-таки действительно плоды 20-го года, когда то доверие, которое больше не проецируется на фигуру политическую, на личность, оно все-таки проецируется на институты. С точки зрения, так скажем, социального здоровья, даже лучше, меньше персонификации. Но вот этот рост доверия российским благотворительным организациям, то есть российским НКО, которые не ведут пропаганду своей деятельности, которые не владеют телекомпаниями, у которых нет бюджетов, на промоушен, они просто делают то, что они делают, и в 19-м они падали, в 20-м они выросли, и они здорово выросли. Опять же, это самый заметный вот именно по процентным пунктам роста, и они в первую пятерку у нас прискакали, потеснив наших мамонтов, армию, православную церковь и президента ФСБ. Это, мне кажется, довольно значимым, мне кажется, это очевидно. Вот тут, по-моему, всё довольно просто. Они работают, они делают то, что людям важно. И второе, люди вовлекаются в их работу сами. Как сказано в «Ане и мире», мы любим людей за то добро, которое мы им сделали. Это правда. Вы доверяете той структуре, вместе с которой вы что-то совершили. Всё больше людей знают о том, что такое есть, и всё больше людей в это вовлечены, как волонтёры, как доноры, как сотрудники, как жертвователи, как сочувствующие. И вот здесь прям хороший рост доверия. Это не может не радовать. Это очень здоровый, очень хороший признак. Многие другие показатели выглядят менее здоровыми. Прежде всего, это вот это самое общественное уныние, представление о том, что следующий год будет хуже этого. Страна развивается не в том направлении. Вот этот вопрос, страна развивается как надо, не как надо. Это тоже такой очень важный параметр, его десятилетиями меряют. Показатели оптимизма общественного, конечно, очень сильно в 20-м году просили. Это, наверное, неизбежно. Это не очень здорово, потому что кто не верит в светлое будущее, тот его и не увидит. Кто верит в него, тоже может его не увидеть. Это правда. Но кто не верит, тот не увидит его совершенно точно. Так что тут, ну, слушайте, это объективная, в том числе экономическая, в первую очередь, наверное, экономическая реальность. Тут сказать людям бодрее надо быть, а веселее надо говорить веселее. Ну что, это действительно детский сад. Они видят то, что они видят, и в 21-м году они, к сожалению, будут приблизительно в такой же ситуации. Но то, что вот этот навык совместного действия, он в 20-м году не только не утрачен, а наоборот накачан, вот это, по-моему, хорошо и на будущее тоже дает нам некоторую перспективу. Если бы мы были на радио, я бы сейчас, наверное, и перебился бы песней Семена Слепакова. Это был тяжелый год, как таким как раз слепком эмоций людей, вот то, что вы сказали ожиданием. Но для меня тоже очень позитивная информация, что вот этот колобок доверия, он именно прикатился к НКО. Он не весь туда прикатился, он больше, чем этот процентный рост. Там хватит и зайчику, и медведю, и лисе, всем хватит по кусочку, но, по крайней мере, у них прям вот у них рост. Кстати, а зайчик и лиса, они не будут в этом смысле ревновать, и не попытаются жизнь и работу НКО несколько усложнить. Или вот та история, которая сейчас там идет законодательная, вот отделение хороших грибов от плохих, это с другими вещами все-таки связано? Ну, вы знаете, все-таки анализ такого рода данных это не совсем та вещь, которым занимаются лицепринимающие решения. Для них это сложновато. Это мы знаем. Им это знать не положено. Они действуют в своем, так сказать, хронометраже, у них выборы впереди, и они волнуются за эти выборы. Выборы 21-го года, парламентский важнейший политический этап. Лояльный парламент нужен для обеспечения любого сценария трансфера власти, даже если он происходит от одного человека к нему же самому, все равно нужно стабильное парламентское большинство. Как его достичь? Вот эта, так сказать, загадка, над которой бьются лучшие административные умы. В общем, более-менее понятен их, так сказать, ответ. Давайте еще раз перепишем законодательство, чтобы нам было как можно легче достигать этого самого нужного выбранного результата. А те, кому он не покажется заслуживающим доверия, не могли бы как-то это свое изумление как-то наглядно проявить. Опасаются иностранцев иностранного влияния. По распространенной легенде, демократическая американская администрация больше склонна, так сказать, к смене режима в других странах. То есть фантомные боли, попытки все время посмотреть, там... Ну, вот тут, как же занимающиеся внутренней политикой и внутренними делами, я не могу не опечалиться, потому что вот эта вот абсурдная фиксация на каких-то далеких странах, которые якобы чрезвычайно сильно на нас влияют, это, конечно, вот такая чистая воды. Политическая мифология, мы видим, как она заразна, мы видели, как не менее абсурдная легенда о российском вмешательстве, некоторое время поболталась, в американском политическом пространстве и тоже там наделала делов. Потом как-то они все-таки это довольно быстро замели под коврик, а у нас эта тревожная мелодия международной панорамы так и звучит до бесконечности в ушах тех, кто, собственно, ответственен за принятие решений, им все кажется, что вот там какой-то этот американский спрут, он свои щупальца тянет, при том, что Россия такая страна, которая, так сказать, давлеет сама себе, она будет важна сама для себя максимально, в отличие от всех других стран, которые будут важны для него гораздо меньше. Тем не менее, значит, по самому направлению этих рестрикций и проскрипций законодательных видно, чего боятся, значит, иностранцев, Ютьюба и массовых мероприятий на свежем воздухе, митингов, шествий, каких-то массовых протестов. Вот по этим трём линиям нужно максимально забетонироваться для того, чтобы, как это, вы что хотите, как в Минске, вот чтобы не было, как в Минске, вот давайте заранее приготовимся и там все еще или все замажем, чтобы у нас в 2021 году все прошло тихо. Может ли эта тактика иметь успех? Да, вполне может. Пандемия не способствует публичной гражданской активности. Люди могут именно этот навык, что называется, на улицу выходить, подутратить, просто бояться выходить, бояться стоять в толпе, вообще собираться с толпой. Социальное дистанцирование, оно въедается за долгие месяцы карантинов. Поэтому можно успеть вот в этом, так сказать, падающем тренде все-таки какие-то окошки вырезать, как с конституционным голосованием, можно успеть провести. Все это дело достаточно тихо. У этого будут свои последствия, но, опять же, вы меня об этом не спрашивали, мы пока так далеко заглядывать не будем. Доктор, а эти марсианские страхи, эта марсианская повестка, она как-нибудь лечится? Можно выманить, сказать, все хорошо, нормально, давайте займемся чем-то более актуальным, близким, вот дистанционное образование. Дистанционное образование, удаленная работа, оказалось, что это очень важно, это может спасать в этих ситуациях. Мы здесь понимаем, что, например, бывают адкировки, и нам бы сейчас какие-то новые технологии, хорошие дистанционного образования, они бы безумно помогли. Давайте что-то с медициной подкрутим. Вам не запрещают в Зуме работать, требуя заменить его на какую-нибудь освещенную разработку чепурашка. Спасибо и на то. Спасибо и на то. Что касается лечения, ну, грубый ответ на это состоит в том, что это лечится сменой поколений. В, конечно, более здоровом случае это лечилось бы политической конкуренцией. И если мы видим, начиная с 2018 года, что граждан внешнеполитическая тематика все меньше и меньше волнует, и все больше и больше им приходит мысль, которую они выражают и в вопросах, и на фокус-группах, то есть и в количественных, и в качественных социологических исследованиях приходит и мысль, что мы слишком много тратим на эти самые внешнеполитические приключения, ресурсов и просто прямых денег и внимания, и что лучше бы нам заняться своими собственными делами. Вот этот вот такой специфический российский изоляционизм, как, кстати, и американский изоляционизм. Понимаете, большие страны, занимающие целые континенты, они всегда будут вооружаться мыслью, что давайте мы тут как это, вы у себя, а мы у себе. Давайте мы тут сами как-то окопаемся и будем заниматься своими делами. Поэтому эта мысль для, так сказать, российской публики очень соблазнительная. Если бы у нас были свободные выборы, то те люди, которые вышли бы с этими лозунгами, такими, кстати, условно-трампистскими, Russia first. Давайте мы вот уйдем из этих всех Сирии и Афганистанов, давайте мы эти деньги потратим на себя, давайте мы вообще, мы такие большие, мы можем вообще плевать на кого угодно. Давайте мы внешнюю политику пока поставим на паузу и займемся внутренней. Поверьте, это была бы очень популярная предвыборная программа. И те партии или кандидаты, которые смогли бы ей помахать во время предвыборной кампании, они бы собрали свое. Но поскольку такого нету, то нам предстоит только дожидаться, пока эта самая мелодия международной панорамы все-таки постепенно утихнет. Да, воспитанники холодной войны, это воспитанники холодной войны, они в этом формировались, они так выросли. Это не только поколенческая, это и социальная, это и специфическая среда, специфическое образование, рабочий опыт, окружение. Ну вот так у них голова устроена. А вы полагаете, что это отойдет со сменой поколений? Потому что есть все-таки две версии. Первая, когда говорят, что вот эта вот свобода, большая сейчас личная открытость молодежи, большая коммуникабельность, стремление накапливать там не какой-то физический капитал, а капитал впечатлений, большая мобильность. Все-таки многие говорят, что эта история не поколенческая, это история возрастная. А потом поумнеют, вырастут и пойдут в обкомы. Не так? Ну, смотрите, с возрастом, конечно, человек меняется. Это видно, например, на данных о религиозности. Молодые люди менее религиозны в среднем, ну а потом, когда начинается возраст, когда детей крестить, родственников старших хоронить, то они как-то и по-другому начинают к этому относиться. Тем не менее, от поколения к поколению изменения происходят. Если бы это было не так, то каждое поколение повторяло бы предыдущее. Мы иногда даже жалеем, что наши дети не могут быть нашими копиями, мы не можем им транслировать свой опыт, они все равно будут отличаться. Прогресс все-таки существует или регресс, смотря что вам больше нравится, существуют изменения, существуют трансформации. Поэтому поколенческое и возрастное это не два противоположных ответа. Существует и то, существует и другое. Есть еще один момент, скажем так, младшие начальники повторяют за старшими начальниками. Это тоже понятно. Те, кто находится наверху, транслируют свои ценности, свой словарь, свое мировоззрение. И те, кто хотят, так сказать, при этом режиме делать карьеру, они это все повторяют и да. А это называется lip service по-английски. Повторяют вот эти слова, которые нынче надо повторять. Когда они сами станут начальниками, они не объявят на утро, что все, ну слава богу, вот это вот, теперь чем, когда этого надоедалу сплавили, давайте откроем дамский магазин, как в этом самом, в Майсере и Маргарите. Нет, этого не будет. Они будут тоже свою преемственность каким-то образом демонстрировать. Ну, как нынешний президент демонстрировал преемственность с предыдущим, демонстрировал, 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 а потом и перестал. Вот так оно обычно и происходит, постепенно, не сразу. Опять же, если у вас не революционный сценарий, режимная трансформация, а он реже встречается, чем о нем говорят, о нем говорят, потому что он внимание привлекает, а обычно все-таки все происходит гораздо более постепенно, то сначала будет, опять же, как Александр Первый сказал, при мне все будет, как при бабушке, сходящий на престол говорит, при мне все будет, как при дедушке, а потом постепенно, так сказать, всего входит. Опять же, не потому, что это какое-то предательство идеалов предыдущих поколений, этих чистого ленинизма, или что там у нас у предыдущих поколений было в идеалах, это естественный процесс, то есть люди могут и повторять те же самые слова, но подразумевать под ними нечто совершенно другое. Понятно, услышал, у меня теперь есть простая задача дожить. Слушайте, ожидание того, что кто-то умрет, это худшее из социальных стратегий. Нет-нет-нет, что кто-то придет, молодые новые лети. А как это, самим можно поприходить, не обязательно ожидать, вне с чем дело. Не будет объявления по телевизору, что уважаемые товарищи, завтра в шлюбе объявляет смену поколений, просьба поколению такому-то на выход с вещами, следующему поколению прийти занять освободившиеся места. Это так не происходит, это происходит постепенно, опять же, в естественных нереволюционных условиях, а у нас условия явно нереволюционные. Поэтому лучше, вы знаете, во-первых, если уж вы готовитесь к какому-то великому трансферу, то хорошая идея это приобрести все-таки социальный капитал к этому времени, потому что, понимаете, у нас, ну, вот это может быть и изменится, но пока, что называется, на памяти людскую, у нас социальная среда довольно вязкая, в том смысле, что вот эта ротация, она не очень происходит. Кто где уселся, тот там 25 лет приблизительно и сидит, а потом за ним дети, его там же сидят. Вот был там великий советский режиссер, а дети его тоже, все режиссеры, как ни погляди, да, вот были там начальники, глядишь, детушки их тоже начальники, и конца края этому не видно, и даже казавшийся нам чрезвычайно революционным сценарием там слома советской системы, он что-то мало в этом, ну, то есть не то, что совсем ничего не поменял, но мало поменял, это нормально, если у вас нет массовой резни, то у вас элиты будут стремиться передать свое элитное положение по наследству, это тоже понятно, это человеческая природа, для чего мы работаем, как не для того, чтобы свой капитал тот или иной, социальный или финансовый, все-таки деточкам-то передать, но из этого также следует, что если начинается вот этот вот, так сказать, великий переход, который опять же будет постепенным, не единомоментным, то кто в него чего принесет, кто в него что инвестирует, тот такой процент с него и получит, поэтому ждать в подвале, ожидая, что вот настанет день, тут-то мы как выскочим, да, это очень глупая идея, вы в подвале, значит, растолстеете, облусеете, поглупеете, не до конкретно обобщенного человека, и когда вы вылезете на свежий воздух, то выяснится, во-первых, что вы ни на что не годитесь, во-вторых, что вас никто не ждал, в-третьих, что совершенно другие люди занимаются там уже, так сказать, созданием новой жизни и строительством светлого будущего, поэтому лучше, как это, не изолироваться до такой степени, а все-таки попытаться присутствовать в социальных коммуникациях. Вот это вот апокалиптическое мышление, оно свойственно российскому человеку, он любит думать о том, что вот он сейчас не будет ни в чем вообще, не запачкается никогда, он не будет ни в чем участвовать, ни в хорошем, для того, чтобы потом, когда она станет великая, потом, вот тут-то его и призовут, на царство такого, значит, неоскверненного. Так никогда не бывает. Так, но у нас, я понял, зато есть, например, те же самые НКО, которые вот не ждут, а начинают какое-то движение, но это уже объединение людей, а вот человек, как отдельный атом, вот такое понятие, активный гражданин, понятно, что если мы сейчас интернет откроем, у нас активных граждан, ну, активны в основном в том, чтобы, как говорил Жванецкий, у меня есть такое ощущение, что на мостике все гады, да, вот, это одна история, таких активных много, а вот активный горожанин, который с одной стороны, там, контролирует власть, требует от нее что-то, да, через какие-то, я не знаю, там, через интернет, через другие агрегаторы, но при этом, скажем так, не наслаждается только оппозиционностью, а хочет добиться конкретного эффекта, а потом готов сотрудничать, вот их становится больше. С точки зрения социальной динамики, конечно, хотелось бы иметь дело не с отдельным гражданином, как бы он ни был активен, а с их объединением, потому что в социальном пространстве никаких единиц не существует, поэтому, кстати, большинство, это фантом, большинство, если оно не структурировано, оно политической субъектности не имеет. Вот это, кстати, подразумевается под тем, что там волос единицы тоньше писка. Дело в том, что один человек без помощи, он очень даже может оказать большое влияние на дела, но вот это вот большинство, которых может быть сколько угодно единиц, у него нет, еще раз повторю, политической субъектности, оно не может действовать, поэтому его именем будет много оперировать, но его самого не будет существовать в политическом процессе, он не будет присутствовать просто. Объединение всегда бьет массовость, то есть, как это, порядок бьет класс, организация бьет численность. Численность сама по себе мало чего значит. Мы можем говорить, что подавляющее большинство наших сограждан, но при этом мы про себя помним, что нет никого подавляющего большинства, в смысле нет его в политическом действии. Для того, чтобы вы были в политическом действии, конечно, вы должны быть объединены своими единомышленниками. И тут интернет и вообще сетевые всякие технологии очень сильно помогают. Великая школа гражданственности, районные чаты. Даже родительские чаты. По итогам переговоров люди иногда убивают друг друга, но это не отменяет их полезности. Убивать друг друга не надо, по итогам никаких переговоров, это глупо и неэффективно, но вот эта вот школа коммуникации, обсуждение проблем, которые всех волнуют, равенства участников. Нельзя прийти в подъездный чат и сказать, я тут на шестом этаже, а ты на третьем, поэтому ты должен меня слушать. Тут все более-менее равны. Насколько ты высказал свою позицию убедительно, настолько ты получил поддержку. Понятно, что одному ничего не сделать, при этом понятно, что можно сгенерировать сторонников себе и тут уж натворить всяких выдающихся делов. Это очень большая, очень ценная школа, и я согласна с теми коллегами, моими политологами, которые именно в этой групповой работе, вот в этих чатах, видят прообразы, возможно, будущих протопартийных объединений. Потому что партийная система везде более-менее в кризисе, люди как-то не так хотят подписываться под идеологическими партиями, не так они их сильно интересуют, опять же, доверие им снижается, но при этом они явно хотят участвовать. Вообще, что является основным, так сказать, вызовом, челленджем для всех устоявшихся политических систем? Это рост стремления граждан к участию, причем к прямому участию. Вот то, что мы называем антиэлитным запросом, недоверием к элитам, которое приводит, как известно, к власти страшных популистов, это все не совсем политологическая терминология, но тем не менее. Это что такое в сущности своей? Недоверие людей к посредникам между ними и решениями, которые влияют на их жизнь. Это, конечно, производная от всеобщей грамотности. Тут второго такого мощного фактора нет. Все грамотные стали. Все труднее объяснять, что это вот там белые люди, большие белые люди, они знают, как надо, они понимают, как вообще все это управляется, а ты не лезь. Когда разница между управляемым и управляющим была такая наглядная, они были по-разному одеты, говорили часто на разных языках, один кушал одно, другой вообще кушал редко, один был мытый, другой был мытый. Один говорил, значит, и писал, а другой только говорил, а писал палочки. Было понятно, почему вот у них есть право, а у нас нет. Когда все более-менее похожи друг на друга, и все ходят в серых толстовках и в кидиках, и все общаются в одном и том же интернете, то не очень понятно, почему вот он начальник. Кроме того, начальники, бедные тоже жертвы прозрачности, с одной стороны, их все время снимают и показывают, с другой стороны, их тоже тянет к народной любви и к ее великому источнику, значит, Инстаграму и Твиттеру, и там они свои умные мысли, остроумные шутки, красивые фотографии выставляют. Дальше люди смотрят друг на друга, элиты на граждан, граждане на элиты и взаимно ужасаются. Боже, кто это? И дальше начинаются изумительные совершенно разговоры, от которых иногда просто уши дыбом встают. Значит, например, какие-то совершенно культурные люди, образованная университетская публика, например, в Великобритании, потрясенная результатами Брексита, стала говорить, а может быть, нам избирательные права ограничить? А то вот люди голосуют, они же не понимают, что они голосуют. Наголосуют нам, а нам тут же с этим жить. Я помню, этот разговор со мной ввели. Я как-то так говорю, слушайте, а у вас принципы есть какие-нибудь? Или вы просто хотите, чтобы у вас был результат такой, как вам надо, выборов? А вот там всеобщее избирательное право, великое завоевание человечества, равенство людей перед законом, нет? Ну да, ну вот они же, пролы какие-то. Когда мы за них боролись, мы не видели их так близко, да? Вот. Вот тут, значит, становится не по себе, действительно. Это с одной стороны. С другой стороны, граждане говорят, вы посмотрите на это начальство. Это же какой-то парад уродов. Давайте их вообще выгоним оттуда, они ничего не соображают. И тех, и других можно понять, скажем так. И тем, и другим с этим жить. Никто никого не выгонит. Так, а где же... Точка пересечения? Где точка пересечения? Политическая наука очень думает над этим. Потому что предположить, что, скажем, институты репрезентативной демократии, представительской демократии, представительной, как-то разрушатся, и мы там будем законотворством заниматься напрямую, все писать законы, и за них же и голосовать. Ну, трудновато, по крайней мере, пока. Но то, что граждане все меньше хотят делегировать, все больше хотят участвовать, это тоже правда. А когда им не дают напрямую участвовать, то они там в странах с более вольным режимом приходят пожечь какой-нибудь полицейский участок, в странах с режимом более, так сказать, полицейским они обижаются и молча затаивают недоброе и ждут потом. И опять же, там уровень доверия у них снижается. А что значит снижается уровень доверия? Они начинают там государство, обманывают разными способами, налоги не платить, жульничать, работать плохо, ну, в общем, саботировать. Это все нехорошо. Всем хочется восстановить этот уровень доверия. Опять же, на самом простом уровне муниципальном никто не хочет, чтобы каждый его проект благоустройства встречал потом каких-то протестующих, которые начинают у тебя ложиться под бульдозер, писать в социальных сетях обращения, записывать видео, посылать его в Москву и вообще наводить на тебя поршу и недобрый взгляд правоохранительных органов. Все хотят восстановить это доверие. Как оно восстанавливается? Ну, уж точно не разговорами. Нельзя выйти к людям и сказать, люди, давайте доверять друг другу, что же вы такие недоверчивые? Уровень доверия повышается, как мы уже показали на примере НКО, опытом совместного действия. Вот человек там пожертвовал денежку, сходил волонтером, поучаствовал в какой-то там компании, знает кого-то, кто работает в НКО. Вот у него ощущение, что этих-то я знаю. У него уже меньше ощущения, что эти все благотворители, они жулики, деньги только собирают себе, раздают, а значит, никому не помогают. Я лучше... Помните, еще несколько лет назад были популярные разговоры? Надо помогать им напрямую. Вот я лучше старушке денежку дам, чем вот этих кормить административный аппарат какой-то НКО. Меньше стало этих разговоров. Люди стали понимать, что это такое, для чего они работают, зачем административный аппарат, что это не прокладка между жертвователем и получателем пожертвований, что они вообще деньги для них не главные. Не долечку свою снимают, а как раз работают. Да. Почему пришло это понимание? Какая-то компания была большая, рекламная? Нет. Больше людей участвует. Ну и спасибо соцсетям, они видят этих самых руководителей. Опять же, благотворительная организация, это уже термин такой, анахронистический. Это социальные институции, очень мощные. Они и законодательство меняют, уж я-то знаю, они участвуют в проведении реформ в социальной сфере, от реформы опеки детских домов до ПНИ, обезболивания, палеотивной помощи и, кстати говоря, положение людей в местах лишения свободы. Все, что там делается лучше, делается лучше под давлением вот этого организованного, гражданского общества, организованного во что? В НКО. Так вот, таким же примерно способом можно пытаться увеличить уровень доверия на уровне, скажем, муниципальной власти. То же самое благоустройство должно обсуждаться с людьми, их возражения должны выслушиваться. Если им один проект не понравился, дайте им другой. Может, вы там не сильно его поменяете, но все равно у них будет ощущение, что их послушали. Никакого этого, пожалуйста, чтобы не было эффекта неожиданности внезапной. Типа люди проснулись, о них уже все огорожено. Сейчас мы вам красоту тут сделаем, а то вы не понимаете своего счастья. Да-да-да, вам тут подарили один бронзовый памятник, неизбанно. Как любил говорить Юрий Михайлович Лужков, красочный подарок москвичам. Вот этот весь детский сад надо прекращать. Никто никому подарков не дарит. Никто тут не Дед Мороз, никто не дети. Люди живут в этой среде, и они имеют право на то, чтобы высказаться хотя бы о том, какова должна быть эта среда и в какую сторону она должна меняться, и быть услышанными в этом своем высказывании. Когда люди как бы инвестируют хотя бы своим обсуждением во что-то, то они это воспринимают как свое. И тогда уже ответственность распределяется. Уже нет начальника, который пришел и сделал. Вот эта вот манера начальствования, которая все последние лет 15 обеспечила вам успех и голоса избирателей. Я сказал, я сделал. Она сейчас людей раздражает настолько, что они просто на стену лезут от раздражения. Очень злит. Вот нельзя этого. Так делать нельзя. Никакой внезапности, никакой вертикальности, никакого вот этого вот начальственного окрика. Это именно то, что, как мы видим, в первую очередь по фокус-группам, что является основой вот этого снижения доверия. Люди говорят, их обобщенное начальство волнует не то, что нас. Они нас не слышат. Они живут другой жизнью. Они нас вообще не видят и не замечают. Вот опять же, создайте, если вы руководитель, создайте хотя бы иллюзию того, что это не так. Это, в общем, организуемо. Еще лучше, конечно, по-настоящему заниматься этой всей партиципаторностью. Все уже слышали этот термин, да, партиципаторные бюджеты, слышали, да, великое слово участия, великое слово вовлечения. Всех уже учили на разных курсах, всех мэров, я там тоже выступаю, тоже рассказываю это все. Поймите, это не мода такая, это не привезли из Америки, да, чтобы мы все были модные. Это способ вам агрессии, меньше неприятностей, потому что протесты это минус в карму, мягко говоря, потому что конфликтная ситуация это запах крови, на которой слетятся, вы знаете кто, да, не только какие-то там разгневанные горожане, а ваши же собственные политические правоохранительные конкуренты не доводите до греха. Потом это обойдется дороже. Не знаю, что я вас так убеждаю, вы вроде ничего не сносили тут и не благоустраивали, но тем не менее. Вы даже не представляете, как вы сейчас попадаете вот просто в яблочко, в местную повестку. Это было неподготовлено, я не знаю, что у вас тут происходит, я вообще надеюсь улететь на самолете. И главное вовремя, главное вовремя все рассказать, а потом вовремя отсюда улететь на самолете. Отлично. У меня вопрос. Вот возьмем такую теоретическую ситуацию, не всякий начальник, прям начальник, начальник, но может у него есть какая-то действительно синяя птица, он хочет принести пользу. Вот он понимает, что какой-то действительно может быть полезный проект, но у него есть шанс, выйдя с этим проектом к людям, по-любому получить внос, потому что есть такой фактор, да, я за перемены, но вот у меня под окном, не трогайте. Вот как ему это вовремя считать и не превратиться вот в того, ах так, ну тогда я вас сейчас сделаю счастливыми. Вот где здесь правильный ход, вот сделать перекрещение, а не столкнуться лбами, разойтись, ну вот мы его, а я их вот. Это, конечно, такие рельсы, на которые легко встать, труднее с них съехать, потому что раз вставший, ты уже катишься, как вагонеточка, к известному столкновению, да. Ну что тут можно сказать? Во-первых, надо помнить про этот принцип, который вы назвали, not in my backyard, не у меня во дворе, он универсален для всех человеческих сообществ, надо быть к этому готовым, чтобы не получить тяжелую психологическую травму, придя со своим вот этим вот проектом мечты, со своей дитяткой прекрасной, значит, к людям и услышав, забери свою дитятку, это поросенок какой-то, нам он не нравится совсем. Помните, что первая реакция будет такой, это вот рефлекс, с молоточком по коленочке, ножка делает вот так, будьте к этому готовы, говорите хорошо, и ну надо же, а я думаю, вам понравится, хорошо, мы вам сейчас принесем второй проект. Это, в общем, все очень известные коммуникативные технологии, постепенность, да, нельзя объявлять, что с 1 января, уважаемые товарищи, у нас тут все закрывается, ваш дом закрывает на реконструкцию, выходы и вход заварены, или как у нас любят, нам надо начать сортировку мусора с того, что заварить мусоропроводы в многоквартирных домах, ну что же вот эти вот... Ой, опять трехочковые, да что же вы так попадаете-то? Вот эти вот, эти все суворовые у нас, вот все через Альпы прям вот переваливают на попу, садясь, это ужас какой-то, но это опять же старая административная школа, она постепенно будет уходить, поэтому людей надо приучать стадиально, постепенно, надо создавать обсуждение, или если вы еще до этого не доросли, хотя бы иллюзию обсуждения, предлагать варианты, человек, который предлагает варианты, он управляет ситуацией, понятно, что, так сказать, все опции в бюллетене нарисовали вы, правда ведь? Поэтому какой из них не выбери, все равно это будет ваш вариант, но у людей ощущение, что с ними посоветовались. Значит, много вариантов отвергли, приходите еще с одним, начинайте заранее, пожалуйста, значит, не говорите, что нет, сейчас вот у нас три дня, иначе там... Закладывайте свои, так сказать, поля, припуски на то время, которое вам понадобится на все эти переговоры, разговоры. Ну, есть всякие штуки похитрее, образуйте группы, которые будут драться между собой, а не с вами. Это тоже можно. Сторонники проекта номер два, сторонники проекта номер три сшиблись в смертельные схватки друг с другом, а вы выходите модератором и арбитром вот этого всего дела и приносите гражданский мир. Опять же, что я вообще, кому я что рассказываю? Тот администратор, тот управленец, который родился не вчера, а хотя бы позавчера, он все это более-менее знает. Просто не приходит в голову, что эти технологии могут быть применимы в разговоре с людьми. Не дают себе труд просто этого сделать. Зачем нам это нужно? У нас есть ЧОП и ОМОН. Ну, слушайте, ЧОП и ОМОН вам откликнется потом. Как аукнется, так и откликнется. Сегодня вы будете гордый победитель. Мы зачистили площадку, все, всех, значит, головой об забор приложили, никого у нас нет, на следующий день никто не вышел. Потом понимаете, что будет. Да, опять же, Башкирию видели, Шиес видели, Суслика видели, нет, а он есть. Поэтому не раздражайте. Суслика вам будет потом от этого хуже по хорошо известным вам административным причинам. Хороший руководитель, тот, у кого на его территории кипят бурные страсти. Но какие? Дискуссии в паблике, общественные слушания в онлайн-оффлайн формате. Пусть даже у вас там с плакатом ходят. Это все нормально. Если у вас нет драки, если на вас не бегут жаловаться в федеральный центр, а все тут вот заняты этой активной жизнью, то это гораздо лучше. Можно к себе приглашать делегацию, депутацию, попросить у протестующих, пусть они приходят. Опять же, совсем продвинутые политические системы занимаются тем, что называется кооптацией. Они берут наиболее активных и поглощают их. То есть дают им возможность куда-нибудь избраться в какие-нибудь муниципальные собрания, в какую-нибудь там общественную палату. И дальше вот там уже можно заниматься счастливой административной деятельностью, долгими годами и десятилетиями, быть страшно занятым, страшно довольным собой, чувствовать себя причастным к великим делам, действительно что-то делать полезное. И вот тут наступает вообще такой гражданский мир, которым, собственно, и наслаждаются развитые демократии, потому что они на раннем этапе всех вот этих вот поглощают и переваривают, поглощают и переваривают, пользуются их талантами, их энергией, их вот этим великим драйвом себе на пользу. И все хорошеют и нехорошеют. Так, НКИ горожане, я думаю, сейчас очень много полезного нас услышали, я думаю, там, из властей кое-кто тоже перышком поскрепел. А теперь, теперь, вот о больном, вот верблюд, он существует все-таки, или это мираж? Мы здесь в регионах, мы все равно иногда вот так мечтаем, ну, не то, что приедет барин, барин нас там рассудит, и так далее, но мы думаем, вот там был флаговый проект там, федерации Сочи, был флаговый проект, Крымский мост, ну, может быть, когда-нибудь севера, а вот есть развитие Дальнего Востока, а вот заговорили про развитие Севера. Великий приоритет. Вот прям есть? Какой вам еще флагман? Нет, а я хочу вот понять, вот есть вот, вот есть что-то, кроме самого флага под ним, потому что, вот я вот слышал, там же есть потрясающие какие-то институты, институты развития Дальнего Востока, по-моему, он даже не один. Фонды развития того, пятого, десятого, это все теперь сократили в рамках последней реформы институтов развития. А, сократили? Я просто не успел даже насладиться. То, что не сокращено, то поглощено вебом. Так что все ушло в веб к Ирвану Шулау, вы к нему обращайтесь. Тем не менее, значит, что касается флагмановости, я помню, вы так говорите, мы сами в регионах, вся Россия стоит из регионов. Вот он в Туле, моей родной, всю советскую власть было некоторое количество легенд. Первая легенда была, что до Тулы метро дотянут. Уже до Серпухова дотянули, скоро до Тулы дотянут. Ну, кстати, учитывая развитие сети метро, может, оно скоро и до Твери, по-моему, уже почти дошли, скоро и до Тулы тоже дойдут. И вторая легенда, тульская великая, была в том, что, значит, Москва будет столицей СССР, а Тула столицей РСФСР. И тогда она будет снабжаться по столичному нормативу. С этими мечтами дожила моя родная Тула до 91-го года, когда, в общем, нормативы, слава тебе Господи, закончились. Поэтому, такого рода мечтаниям лучше особенно не предаваться. Есть действительно этот арктический приоритет, в котором я не так много понимаю, но я вижу, что там есть, так сказать, великая геополитическая компонента, а где есть геополитическая компонента, на то, где их не жалеют. Я не знаю, как вы конкретно можете в это встроиться, но я вижу, что там есть, значит, какие-то собираются большие аппаратные силы, и вслед за ним подтянется, конечно же, и бюджетное финансирование. Так что Арктика это нынче в моде. Был какой-то странный слух про то, что Анатолий Борисович Чубайса отправит туда, руководить, так сказать, на эти крайние севера после Роснано. Но мы все-таки надеемся, что можете его уже отпустят заниматься тем, чем самим интересно, самому, а не опять же, на полюс холода где-то там этим всем руководить. Собственно, не очень много я вам могу открыть глаза на тайные планы федералов относительно северных территорий, но я вижу, нельзя не видеть, что поскольку тут считается, что и полезные, полезные ископаемые, и полезная точка, которую надо зафиксировать как нашу, и тут окопаться, чтобы никто другой не смог как-то на нее наползти. В этом смысле, да, это очевидно в ближайшие годы как-то будет нам явлено уже и в бюджетных, и в административных единицах. Вот это вот прекрасное слияние одних фондов с другими, одних механизмов развития с другими, это все-таки такая перегруппировка перед действительно наступлением или увлекательные их внутренние пищеварительные процессы, которые к внешнему эффекту имеют мало отношения? Я изучаю эти пищеварительные процессы, это большая бюрократия, это предмет моего большого исследовательского интереса, поэтому мне это кажется очень любопытным. У нас объявлена очередная волна административной реформы, часть которой это реформа институтов развития. Очевидно, что это, так сказать, программа премьера, главы правительства, с этим он пришел, правительство возглавил. Считается, что он как-то очень успешно провел такого рода преобразование в федеральной налоговой службе, и вот теперь в масштабе всей исполнительной власти он как-то призван вот этим вот заниматься. Соответственно, нас будет ждать, видимо, опять же, опираясь на предыдущий опыт, но сокращение единицы это больше для разговора, сократят вакансии, это мало что меняет, потом наберут новых. Кроме того, у нас наша большая бюрократия научилась распределять свои силы и часть ставок отдавать в какие-то ОНО, фонды, потому что люди на самом деле там работают в департаменте, но при этом значатся в какой-нибудь небюджетной организации, где нет ограничений, связанных с законом о гражданской службе, и ограничений по зарплате нету, и вообще гораздо лучше. Это московская была инновация, Москва это придумала, в правительстве Москвы, в смысле, потом это расползлось на другие регионы тоже. Но какое-то сокращение будет, будет, видимо, диджитализация или ее сестра родная всеобщая цифровая слежка. Это то, чем славится ФНС, это то, что, очевидно, отражается в всяких маркировках всего. Несмотря на лекарственный кризис этого года, со следующего года еще большие группы товаров попадают под обязательную маркировку. Это, очевидно, понравилось. Это позволяет следить за передвижением вообще любой единицы товарной и финансовой и со всего состригать свою государственную долю. Это мы тоже, очевидно, увидим. Это признано успешной практикой, значит, это будет распространяться. И что еще? Ну, действительно, укрупнение, создание вот этих, как это нынче называется, экосистем, каких-то таких больших структур, которые поглощают все живое и даже не совсем живое. Вот их видно. Сегодня было какое-то большое мероприятие, связанное с искусственным интеллектом. Там президент сидел рядом с Грефом, тоже что-то говорил про то, что это следующий этапный, так сказать, этапный этап в развитии человечества. Надо не опоздать, как-то поучаствовать. Герман Оскарович тоже, вижу, улыбался опольщенно, так что это тоже у нас интересное перспективное направление государственной политики. Государства становятся больше везде. Это одно из последствий пандемии тоже. У нас это постоянно, так сказать, расползающийся процесс о государствовании экономики, в общем, идет последние лет 12-10. Конца ему не видно. Как и все остальное, это акселерировано в чрезвычайной ситуации. Чрезвычайная ситуация ускоряет то, что до этого развивалось. Это действительно так, все больше людей напрямую или косвенно работают на государство. Это тоже правда. И оно хочет присутствовать во всех сферах и областях. Пока еще мы не можем это назвать монополизацией, потому что там есть экосистема Сбер, есть экосистема Яндекс, и как-то можно там между ними вообразить некоторую конкуренцию. Но вот та же самая корпорация развития ВБРФ и ее подразделение Дома РФ становится очень мощной. Структуры это и гигантский банк, это и большое количество всяких институций, связанных с городской застройкой, с городским благоустройством. Опять же, я сейчас не говорю, что это плохо, неэффективно, что это гнезда коррупции. Может быть, и нет. Может быть, это даже очень хорошо и здорово. Но я фиксирую, что называется, то, что происходит. За этим имеет смысл следить. Вот вы говорите, может быть, это просто внутренние процессы. За этим внутренним процессом стоят большие деньги и многочисленные рабочие места. Поэтому в наших условиях за телодвижениями бюрократии следить надо. Ее много, она имеет много ресурсов, она влиятельна и богата. Поэтому от того, как она там шевелит своими разными лапами и щупальцами, ластами и чем-то там еще есть, наша жизнь тоже во многом зависит. Спасибо огромное. Будем тогда следить за этими огромными важными институциями. Знание изгоняет страх, как мы с вами в самом начале уже рассказывали. Спасибо большое. Спасибо вам.